В эфире телеканал АТНТ «Онега» программа «Город за спиной». Самые интересные люди и события. Чем запомнилась эта неделя? С вами Антон Брындиков. Здравствуйте! Как и ожидалось, сегодня Карельский парламент без особых споров принял в первом чтении законопроект о республиканском бюджете. Парламентариев устроило то, что в обновленном проекте появилось около полумиллиарда дополнительных доходов. Подробности далее. Большинство депутатов Законодательного собрания Карелии на очередной сессии проголосовали за принятие проекта бюджета республики на 2014 год. В отличие от предыдущего пленарного заседания Карельского парламента, на котором вокруг главного финансового документа региона развернулась ожесточенная дискуссия, сегодня народные избранники ограничились лишь несколькими комментариями. В итоге 34 депутата высказались «за» и только 6 «против». Таким образом, доходы в 2014 году составят 25,5 миллиардов, расходы – 28,6. Однако рассмотрение бюджета во втором чтении обещает быть не таким спокойным. Дело в том, что в первом чтении депутаты голосуют по сути лишь за основные параметры бюджета. А вот распределение денег на конкретные нужды происходит именно во втором чтении. И схватка обещает быть жесткой. Тем более, что дефицит бюджета в размере 3 миллиардов никуда не делся. А это значит, что денег на всех не хватит. На сегодняшнем же заседании спор разгорелся вокруг двух проектов изменений в закон о регулировании земельных отношений в Карелии. Суть такова. По проекту депутата Афанасьева законодательное собрание должно распоряжаться землей на местах, назначать арендную плату, проводить неживание и кадастр. Эту инициативу поддержала фракция «Единая Россия» и министр юстиции Константин Этингов. После принятия этого закона органы местного управления получили тот долгожданный импульс, который до них пытались довести о том, что можно использовать средства инвесторов, заинтересованных в приобретении участков на торгах, для формирования этого участка. И по сведениям в Коливальском, Кондопожском, Моизерском, Ланевском, Пряженском и Саярском муниципальных районах, именно используя эти нормы закона, в рамках трехсторонних отработанных соглашений депутаты и администрации начали пополняться бюджеты. За прошлый год было собрано 49 миллионов рублей от торгов, по состоянию на 1 октября уже 85 миллионов. По проекту же депутатов Федичева и Беседного, власти на местах должны сами разбираться со своей землей, и республиканская власть не имеет права вмешиваться в этот процесс. По факту, эти изменения приводят закон в соответствии с федеральным законодательством. Мы написали информацию в форме письма вчера в законодательное собрание имени, чтобы предупредить вас, что принятие инициативы Афанасьева – это превышение полномочий субъекта в области нормативно-правового регулирования. Кроме того, обращу внимание, что на группе действительно голоса не разделились, а проголосовала большая часть членов группы за инициативу, которая внесена депутатами Беседным, Федичевым и Испиридоновым. По проектам депутаты голосовали дважды, но так и не смогли прийти к общему мнению, и оба изменения были отвергнуты. Мэр Петрозаводска Галина Ширшина на встрече с общественностью заявила, что администрация не против сноса Биг Бена на площади Гагарина. Напомним, стела с часами была официально открыта в день города в июне текущего года. Ее строительство вызвало протесты со стороны архитектурной общественности Петрозаводска, в результате чего инициативная группа обратилась с иском в суд. А в день открытия Биг Бена к нему был торжественно возложен траурный венок. Ура! Петрозаводск наконец-то избавился от всех проблем. У нас в городе идеальные дороги, которые в голове обрабатывают реагентами, чтобы не было ни ДТП, ни травм. Решены все проблемы с ЖКХ. Целые районы не сидят теперь часами без электричества и тепла. Газоснабжение многоквартирных домов тоже в норме. Город освещен полностью. Нет темных улиц и переулков. Петрозаводск очищен от мусора. Началась идеальная жизнь. А по-другому и быть не может. Раз мэр столицы Галина Ширшина занимается вопросом переноса стелл с часами с площади Гагарина, именуемой в народе Биг Беном. Только недавно утихли все споры и скандалы. Казалось бы, можно и другими вопросами заниматься, а нет. Видимо, восстановление прежнего облика при вокзальной площади и единственная и принципиальная проблема Петрозаводска. Остальные решены. Подготовка города к зиме не так важна, как Биг Бен. Ремонт дорог тоже не первостепенная задача. Биг Бен и только Биг Бен. Это вполне логично. Завоевать авторитет у горожан не реальными делами и решениями насущных проблем, а пиаром. Некая группа горожан во главе с мэром занимается вопросами переноса башни с часами. Стоит отметить, восстановление площади будет далеко не дешевым удовольствием. Откуда возьмутся деньги, история умалчивает. Однако есть предположение, что из бюджета. Карельское интернет-пространство пестрит комментариями по поводу таких действий Ширшиной. Однако цитировать их мы не можем. Слишком много нецензурной брани в мыслях пользователей по поводу деятельности Галины Игоревны. Если культурно люди недоумевают, как в такой сложный для города период можно тратить время, силы и деньги на решение глобальной и катастрофической проблемы под названием Биг Бен на площади Гагарина. И главное, зачем? А не для того ли это, чтобы отвлечь народ от настоящих городских проблем и странной кадровой политики в администрации? Заместители мэра с интересным прошлым и земельными скандалами как-то сами собой ушли на второй план. На первом плане остались Биг Бен. Еще одна первостепенная задача – очистить город от рекламы и разработать очередную непонятную стратегию. Ну а проблемы горожан, связанные с ремонтом и обслуживанием дорог, уборкой городских территорий, газоснабжением, освещением и дефицитным бюджетом, можно убрать в долгий ящик. Случаи поджога автомобилей, к сожалению, не так редки в нашем городе. На этот раз злоумышленники покусились на машину скандально известного эколога Сергея Попкова. Подробности в нашем следующем материале. Очередной скандал набирает обороты в Петрозаводске. Карельскому природозащитнику Сергею Попкову неизвестные ночью сожгли автомобиль. Разумеется, руководитель общественной группы городские леса Петрозаводска сразу же предположил, что поджог связан с профессиональной деятельностью и начал искать предполагаемых виновных. Попков не скрывает, что перешел дорогу многим компаниям, отстаивая зеленые насаждения и экологию города. И даже озвучивает названия некоторых из них. Вот только со стороны все это выглядит, как очередной пиар-ход. История с центром города, когда Попков поддерживал строительство целого жилого района и гигантского торгового центра на месте ОТЗ. Хотя были предложения организовать на этой территории парки и скверы. И многочисленные скандалы с застройкой окраин города, фактически расширением Петрозаводска. Здесь же Попков всегда был против строительства чего бы то ни было. Какие-то полярные позиции для защитника природы двойные стандарты не доводят до добра. В сложившейся же ситуации никаких двойных стандартов, по мнению эколога, быть не может. Попков уверен, что машину сожгли, чтобы отомстить. Другие версии, например, банальное хулиганство, даже не рассматриваются. Оно и понятно, пропиарится за счет крупных и успешных петрозаводских компаний куда эффективнее. Ну а пока следственные органы устанавливают виновных, Сергей Попков будет наслаждаться городскими лесами Петрозаводска уже воочию. А не из окна дорогостоящего внедорожника. Кстати, автомобиль за 750 тысяч рублей, выбрасывающий в атмосферу кубометр выхлопных газов, видимо не роскошь, а следство передвижения для простого и честного петрозаводского эколога, активно сражающегося за легкие города. 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Довольно часто на страницах газет или с телевизионных экранов звучат эти четыре буквы. СПИД. Синдром приобретенного иммунодефицита. Какими эпитетами только не называют эту болезнь. Чума 21 века, грозная тень человечества. В преддверии дня борьбы со СПИДом мы решили поинтересоваться, как обстоит ситуация с этим заболеванием в Карелии. Если смотреть на ситуацию со СПИДом в Карелии в разрезе северо-запада, то мы на шестом месте из 11 субъектов. Однако врачи оценивают ее как напряженную. Мы год от года не уступаем своей позиции. Некоторые регионы притормозили, у кого-то нет роста заболеваний. В Карелии же зарегистрировано 1089 ВИЧ-инфицированных. Если смотреть по районам, то лидируют по заболеваниям ВИЧ-инфекции Лоусский и Сартовальский районы, а также Костомукша и Петрозаводск. Причем в последнее время это люди семейные и благополучные. И обычное объявление диагноза для них звучит как гром среди ясного неба. Болеют у нас, к сожалению, на сегодня не группы риска страдают, а страдают общая популяция, я бы так сказала. Страдают люди из социально благополучной среды преимущественно. Возраст очень интересен, потому что раньше мы говорили с 19 до 25. Вот группа риска – это молодежь, это вот они. А сегодня мы должны показать, к сожалению, на себя пальцем. Это мы. Это возраст 20-29-51%, кумулятивно, вот наши ВИЧ-инфекции больные, да. И очень серьезный идет рост заболеваемости в возрасте за 30. 30-35. Причем очень некрасиво в статистической ситуации выглядят мужчины этого возраста, потому что преимущественно мужчины в возрасте за 30 болеют часто. Петрозаводские театры решили не отставать от музеев и представляют жителям города новый проект «Ночь театров». По словам организаторов, они практически первопроходцы в организации подобной акции на территории Север-Запада. Поэтому многое приходилось выдумывать и создавать заново. Что ждет петрозаводчан в ближайшие выходные в нашем следующем материале. В Доме актера на пресс-конференции, посвященной «Ночи театров», собрались представители всех театров Петрозаводска. Они-то рассказали, что ждет петрозаводчан и гостей города. Музыкальный театр готовится особенно к этой акции, к этому дню. И мы представим эскиз своей новой работы, которую мы вынашиваем уже очень давно. Это балет Анна Каренина. В этот вечер и в эту ночь музыкальный театр преобразится. Нижний вестибюль театра превратится в перрон вокзала. Соответствующая атмосфера. И я думаю, что там будет много неожиданных вещей, которые встретят наших зрителей, которые сочтут необходимым, возможно, посетить наш театр в это время позднее. А театр «Кукол» порадует гостей выступлением жонглеров. Перформансом в окнах, а также позволить зрителям увидеть святая из святых театра, а именно комнату, где хранятся куклы со всех спектаклей. Акция «Ночь в театре» включает в себя премьерные и гастрольные спектакли, выставки и мастер-классы. Но самое грандиозное и массовое событие ждет жителей города на площади Кирова. С 21 до 21.30 это будет некая такая поэтическая пауза. Поэтическая пауза такой броский простой театр. Мол, вот как бы в деревушке захотелось, вышли, прочитали стихи, подготовились. Закончится «Ночь в театре» в полдвенадцатого ночи на площади Кирова огненным шоу и световым флешмобом, в котором смогут принять участие все желающие. Организаторы акции надеются, что им удастся привлечь в театр новых зрителей. Вот и все на сегодня. Это была программа «Город за спиной» на телеканале ТНТ «Онега». Увидимся ровно через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова